В ближайшее время суд рассмотрит резонансное уголовное дело в отношении пятерых студентов Корсунского технологического техникума, жестоко избивших 16-летнюю сокурсницу. Все произошло поздно вечером 11 января в женском туалете учебного заведения, где четверо 17- и 18-летних учащихся нанесли потерпевшей множественные удары по различным частям тела, а также совершили иные насильственные действия. Все это снимал на мобильный телефон еще один учащийся, который также нанес ей побои, а видео с избиением было выложено в интернет, разошлось по социальным сетям и вызвало широкий общественный резонанс не только в Ульяновской области, но и по всей России. Студенты обвиняются по уголовным статьям, причинению побоев и истязания, а также в незаконном распространении сведений о частной жизни. Следователями собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, направлена в суд для рассмотрения по существу. Во многих городах России парады первоклассников проводятся в начале учебного года. В Димитровграде парадом первоклассников решили завершить очередной период обучения и приурочили его к Дню славянской письменности и культуры. Для каждого из 1300 димитровградских первоклассников прошедший учебный год стал особенным. Нравится учиться в школе, нравится математика, русский, читать нравится, примеры решать. И еще мне нравится бегать на физкультуре. Учебный год был хороший, мне нравилось им, было очень легко. Но были трудности, но все равно было очень хорошо и приятно, когда тебя учитель называет умницей, когда ты получаешь много знаний. 52 класса из всех школ Димитровграда собрались около НКЦ имени Славского, после чего прошли парадом по аллее парка Западный. А представитель управления образования города-атомщиков Наталья Домнина высказала надежду на то, что парад первоклассников станет традицией и будет называться Днем букваренка, проводимого в рамках Большого городского праздника Дня славянской письменности и культуры. Всероссийский Центр изучения общественного мнения обнародовал результаты ежегодного исследования, посвященного планам наших сограждан на предстоящий летний сезон. Специалисты в ЦИОМ отмечают, на отпускных планах россиян, по-видимому, сказался продолжающийся экономический кризис. Число намеревающихся остаться дома и на даче за год заметно выросло, тогда как выезжающих в другие регионы и страны стало меньше. Например, дома этим летом останутся 45% наших сограждан, а на дачу планируют выбраться 35%. Те, кто все же покинет пределы своего региона, в основном собираются путешествовать внутри страны, каждый десятый отправится в один из российских городов и по 8% собираются на Черноморское побережье Кавказа или в Крым. В заграничные поездки планируют лишь 3% опрошенных. Ожидания от отдыха в этом сезоне куда более пессимистичны, чем в 2014-2015 годах. Доля тех, кто рассчитывает, что предстоящее лето будет лучше предыдущего, снизилась с 38% до 22%, а 13% респондентов ожидают худших итогов отдыха в сравнении с предыдущим летом. Большинство же высказалось, что предстоящий отпуск будет равноценен предыдущему. Продолжение следует...